Хей! Всем привет, ребята! С вами я! Наконец-то, наконец-то я знаю видео, потому что у меня был большой перерыв. Простите, простите, пожалуйста, что я тупо не успеваю это делать. Действительно тупо. Просто у меня на работе новая должность намечается, и подготовка к свадьбе... О! Я знаю, это отмазки. У меня... Я честно стараюсь. У меня сейчас на экране компьютера три экрана открыты, на тремя видео работаю. Стараюсь. Действительно, у меня столько видео. Но редактирование это для меня очень много значит. Я не хочу просто тяп-ляп для вас сделать. Я хочу сделать все от всей души. Так что поймите меня. Вот. Сегодня я решила для вас снять видео по уходу за кожей. Я знаю, что многие из вас спрашивали, какими средствами я пользуюсь, чем я занимаюсь вообще, что это, как это. И даже у меня были такие комментарии, типа, «Тяна, сходи к дерматологу». Я уже сходила, понимаете? Это просто гормоны. Это стресс, окей? У меня бывает. И тем более, с моей работой иногда бывает, что много как мейкапа ношу, и на эту кожу просто устает. Вы тоже должны меня понять. У меня работа такая. Но я все равно стараюсь как бы ухаживать за кожей. У меня есть базовый уход за кожей, которым я сегодня хочу поделиться. Как бы, исходя из того, что я в Сифории Универсии научилась, особенно в последнее время, очень много информации, много чего научилась. И подумала, почему бы с вами тоже не поделиться как бы базовым по базовому уходу. Я подумала, нет, как бы, нету толку вам рассказывать, ой, я пользуюсь вот этим, вот этим, это классно-классное. Но я подумала, нет, я вам лучше сделаю так. Я вам расскажу пять базовых, как бы, пошаговые, пять этапов по уходу за кожей, которые каждая девчонка должна это делать. То есть, обычно у нас как, умывание, увлажение кожи, да, и там скрабирование, да, что-то такое. Обычно так. Но я вам скажу, этого не хватает. Так что, если хотите хорошую кожу, я говорю, что есть пять базовых этапов, 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 которые я создала. И вы тоже можете понять, и к чё почём, и можете сами, как бы, найти. Как говорится, не имеет значения, какие средства. Дорогие, там, Шанель, Шосейду. No, it doesn't matter. Не имеет значения. Самое главное знать пять этапов, и вы поймёте, что подходит для вашей кожи, и как им нужно ухаживать. Итак, эти пять этапов я разделила на пять средств. Я буду рассказывать только по средствам. Первое. Cleaner. Умывашка. Второе. Toner. Тоник. Третье. Exfoliating. Это, то есть, глубокое очищение. Четвёртое. Moisturizing. Это увлажение кожи и питание. И пятое. Это, можно сказать, nourishing, питание, как бы, полный уход, и экстра, как, например, protection, защита кожи. Итак, перед тем, как я буду поступать к этим средствам, к пяти этапам, я хочу у вас спросить. Вы знаете, у вас какая кожа? Если вы не знаете, давайте перечислим, какие вообще типы кожи бывают. Итак, первое бывает сухая кожа, нормальная кожа, жирная кожа, либо же комбинированная кожа. Комбинированная кожа, очень такой вопрос, например, я комбинированная кожа. Комбинированный тип кожи. Получается, комбинированный тип кожи бывает так, например, здесь сухо или же нормально, а здесь прям жирно, и постоянно прыщики именно выходят там, либо же тут, либо же тут. Я отношусь к этим людям. У меня прыщики вот здесь вообще не выходят, в основном выходят здесь. И ширный блеск, в основном, здесь. Обычно так. Иногда, например, некоторые комбинированные кожи бывают так, что здесь сухо, просто жир здесь, здесь сухо. Ну, короче, если у вас по частям сухо-жирно-сухо-жирно, это комбинированная кожа. А если у вас сухая кожа, как вы почувствуете это? Когда вот после умывашки у вас кожа будет прям тянуться, вот здесь, вот здесь, везде тянуться, и будете чувствовать сухо просто, и прям шелушиться будет везде. Это означает, что у вас сухая кожа. Жирная кожа. Жирная кожа, мне кажется, легко определить. Помыла кожу, один час прошел, вы уже блестите. Это жирная кожа. Нормальная кожа никогда не чувствует никаких прыщей. У них просто идеальная кожа. Если у вас нормальная кожа, я вам завидую. Итак, перейдем к первому этапу. Первое средство – это клензер-умывашка. Клензер-умывашка, если вам скажу, если у вас нету клензера-умывашки, приобретите. Это просто маска. Самая-самая база по уходу за кожей. Во-первых, если вы думаете, например, я не ношу макияжа, я не ношу тоналку, я не ношу пудру, мне не надо, вы ошибаетесь. Умывашка должна быть у каждого. Во-первых, почему? Потому что, например, даже если просто наносите крем за весь день, и думаете, кожа нормальная, так нельзя. На улице пыль, на улице грязь. И плюс кожа за весь день перерабатывает свой жир. Жир с пылью вместе – это образовывается супер ужасная кожа. И вам нужно мыть кожу умывашкой утром и вечером, утром и вечером. Утром почему? Как бы пока вы спите, у вас есть подушек, наверняка там что-то есть, и думаете, пока спите, пыль не падает на вас. Так что вам нужно мыть утром, а вечером, чтобы помыть за весь день, как бы за весь день то, что вы приобрели. Тут задается вопрос, какая умывашка больше вам подходит, и какие вообще умывашки существуют? Есть умывашки пеночные, есть умывашки гелевые, есть умывашки как мелк, как молочные, или же как бы с теста такой, как бы, как мелк, в общем. Если спросите, какой вам больше подойдет, я вам скажу, от чего нужно избегать. Избегайте, пожалуйста, сухие, если у вас сухая кожа, избегайте от пенных, потому что пенная у вас больше, как бы, засушит кожу. Если у вас жир на коже, избегайте просто от лосьонообразных, для молочных, как бы, мыл есть такой, хоть и не такой жир, но есть такой минеральный жир, что он больше и больше сделает вашу кожу жирной. Вот. Лично я пользуюсь какими средствами? У меня есть, честно говоря, у меня есть все средства умывашек. У меня есть как фоуминг-клендер, фоуминг это как раз пеночная, так как у меня комбинированная кожа, мне можно пользоваться фоуминг, оно очень хорошо для моей кризоны, где у меня жирная. Есть у меня еще обычный клендер, который гелевая, она тоже ко мне подходит. Я никогда не пользовалась молочным, потому что молочным, мне кажется, оно сделает кожа еще жирнее. Другой, упс, другой клендер от Glam Glow Super Mar. Вы не думаете, что я каждый день пользуюсь этими средствами, я в основном каждый день пользуюсь в Glam Glow. Это последнее время мой любимчик, потому что оно как, оно мне нравится то, что он мейкап снимает, он очень хорошо пор вычищивает, и здесь очень много всего, если хочешь просто клендер, можно мыть как мувашка, если хочешь как маску, можно ставить на немножко маску. И, не знаю, мне очень нравится этот последнее время. Это единственное, которое помогает моей коже, которая от мейкапа устала, потому что на работу можно каждый день мейкап носить. Вот, оно очень самое классное. Итак, второй этап. Это тонер, тоник. Какими тониками вы пользуетесь? Я вам одно скажу, после того, как вы помыли кожу мувашкой, пользоваться тоником. Тоник что делает? После умывачки, у вас обычно речена, после того, как вы почистили кожу нормально, кожу нам нужно приобрести в один, как бы, на баланс, на, как бы, на нормальную температуру, и в то же время успокоить кожу, чтобы приготовить, нанести увлажняющий крем, правильно? Из-за этого используется тоник. Лично я использую тоник, два тоника. У меня один, как жидкий, вот такой, от L'Oreal, это как бы, освежает мою кожу, это освежает, освежает кожу и в то же время успокаивает, что мне нравится, кожа сразу успокаивается, превратает этот цвет, не краснеет уже. Есть у меня еще другой, тоник, тоник это уже не как жидкий, у меня это, как, pads, это facial radiance pads, это тонирует и осветляет кожу, это от First Aid Beauty. это получается вот такое, открываешь так, внутри есть вот такое, берешь один и по всей коже чистишь, она получается успокаивает кожу после того, как вы почистили ее, там, поскрабили, не знаю, чистит, как бы, успокаивает кожу и, не знаю, увлажняет кожу, осветляет, что мне нравится, делает этот один цвет. Не знаю, мою кожу, она в последнее время пользуется только этим. Вот этим я раньше пользовалась, я просто хотела вам показать, что, обычно тоники такие бывают, но мне в последнее время не, не знаю, не нравится. Итак, следующий этап, это exfoliating, то есть глубокое очищение. Я вам, наверное, в одном видео рассказывала, как exfoliating помогает. Если вы не знаете строение кожи, например, и наша кожа каждые 28 дней обновляется. Получается, чтобы обновлять кожу, чтобы дать новые, новые кожи расти, нам нужно постоянно чистить. Если не чистить, представляете, могут появиться как бы прыщики, ваши поры будут забиты грязью, забиты старой кожей, плюс бактерия, плюс жир, все вместе будут появляться большие-большие прыщики. Из-за этого exfoliating, то есть exfoli... exfoli... exfoliировать, как бы... Из-за этого exfoliating, то есть делать глубокое очищение, это очень важно. Если у вас жирная кожа, я вам советую делать два-три раза в неделю. Если вы комбинировали кожу, делайте два раза, как я делаю. Если у вас сухая кожа, делайте раз в неделю, если понадобится, да? А если нормальная кожа, можете выбрать два, можете один. Но я точно знаю, что вам нужно делать это каждую неделю и как бы обновлять кожу, дать новую кожу расти. Если вы чувствовали, например, делаете мейкап, и вы чувствуете, что там, не знаю, нормально, гладко не ложится. Это ваша старая кожа. И эту старую кожу нужно просто скрабить и убирать. Кстати говоря, exfoliators бывают разные. Бывают, например, как скраб, да? Из, например, помните, бывали абрикосовыми этим, как бы, маленькими камушками, которые прям скрабируют кожу. Есть такие, и есть химические. Химическое я больше люблю чисто из-за того, что оно не повреждает кожу, оно не, как бы, физически не скрабит кожу. Оно просто, как бы, наносишь, оно заходит в поры, убирает, вытаскивает весь жир, чистит старую кожу и, как бы, не повреждает, не заставляет краснеть кожу. Нормально чистит. Получается, из обычных, которые скрабировали, у меня есть такое. СТ-Айс, я раньше вам рассказывала, оно получается, одно green tea, одно, получается, апельсиновое. Мне больше нравится green tea, потому что оно реально действует. У меня прям, вот здесь кожа, как кажется, черные точки, прям, не знаю, офигенно вылезают после вот этого. Из-за этого я вам советую вот эти. Есть еще моя любимая Pure Refining Exfoliating Cleanser. Вот такой. Она очень хорошо вытаскивает. И второе, кстати говоря, очень офигенное средство. Это Peter Thomas Rod Unwrinkle Peel Pads. Это вот такое. И так, следующий этап это увлажнение кожи. Увлажнение кожи и питание это очень важно. Если у вас как бы задается вопрос, у меня жирная кожа, нужно ли мне вообще увлажняющий крем, либо же, например, масла обычные, эликсиры, либо серумы. Я вам скажу, для жирной кожи нужно, нужно увлажняющий по-любому крем. Даже если у вас очень жирная кожа, прям, очень прям увлажняющая, я не знаю, такая жирная, прям блестительная, не знаю, все равно вам нужен увлажняющий крем. Потому что есть такие увлажняющие крема для жирной кожи, которые наоборот балансируют баланс как бы жирности. Это наоборот хорошо. И, например, масла тоже, у них бывает обычно натуральные боли, они тоже балансируют, но зато изнутри питают вашу кожу, чтобы оно нормально как бы балансировалось. Так что не бойтесь пользоваться маслами или же увлажняющими кремами, если у вас жирная кожа. Столько всего серума, есть эликсиры, есть крема, есть всякие, не знаю, всякие средства, которые увлажняют крем. И думаешь, каким пользоваться первым? У меня, не знаю, у меня всегда такой был вопрос. Хорошо, что я нашла этот вопрос. Ой, ответ на этот вопрос. Итак, давайте представим, что ваша кожа это как бы как губка. Туда идет вначале самое-самое жидкое, то есть как вот эти, как эликсир, либо же масла. Идет вначале вот эти. Потом идет за ним лосьон. Это как бы более крем, только более жидковатый крем. Потом идет уже на тот тяжелый паста, как крем. Крем идет. И тут я вам хочу сказать, что у меня есть. Я люблю особенно сейчас как бы после, как бы во время зимы, во время зимы, после зимы получается, у меня кожа была очень сухой, у меня комбинированная кожа. У меня здесь постоянно сушится. И вокруг носа особенно. И мне постоянно нужно улажнение и питание. Получается, чем я пользуюсь? Я пользуюсь в последнее время вот этим маслом Кодали Эликсир. Когда я чувствую очень сухую кожу, я пользуюсь маслом Органовым. После, получается, после чистки, после Эксфолиэринга здесь я сделала скрабирование, да, скажем, после тонизирования идет у меня, получается, кожа уже готова принимать увлажняющие нормальные витамины, да, пользуюсь вначале как бы средством как вот это Органовая масса либо же Кодали Эликсир. Это, получается, сок из виноградных зерен, что ли, от зерен винограда, такое. Получается, вот это идет, как бы, много преимуществ, здесь очень много витаминов, это, получается, короче, эликсир красоты. В общем, а это Органовое масло, это 100% органика, 100% натуральный, который имеет очень-очень много хороших питательных средств, которые улажняют кожу, которые, наоборот, питают, дают много витаминов. Что вы делаете? Вот это я, например, люблю пользоваться перед сном. берешь, берешь, получается, как бы, два дропа, две капельки, делаешь, как бы, утепляешь, делаешь, как говорится, согреваешь, потом наносишь вот так, как бы, яйцо опускаешь немножко и впитываешь, как бы, делаешь тапами-тапами, и нанес, получается, как будто бы, заставляя впитываться, вбивая это масло в кожу каждую пору, чтобы оно зашло и впиталось хорошенько. Потом, после того, как оно же впиталось, будешь наносить что-то легкое, не крем, а что-то легкое. Кстати говоря, то, что я сейчас говорю этапное, очень хорошо для сухой кожи, и же для комбинированной кожи, где у меня этот. Если у вас жирная кожа, вам можно просто масло и крем. Я просто лосьон добавляю, потому что у меня бывает очень сухая кожа вот здесь. Я, получается, пользуюсь своим лосьоном CeraVe, это мой любимый лосьон, который обычно от нормальной для сухой кожи, там есть еще и для жирной кожи. Ну, в общем, это такой лосьон с такой, с такой, как бы, более легкой кремовым составом, текстурой. Она, получается, идет после, после масла, или же, после эликсира, или же после серума. После серума. Вот это я обожаю, не знаю, из-за того, что она очень увлажняет, как бы, она очень легкая, очень легкая и быстро увлажняется. Я обожаю ее наносить перед тоналкой. Не знаю, классно. Получается, масло пошло, потом пошло вот это. Потом я люблю наносить сам крем. Мой любимый крем в последнее время, когда я всегда наношу, это Ultra Pure Cream от A Beauty. Здесь, что мне нравится, здесь нету парабенов, нету химикатов, нету колорантов. Все фри. Это очень хорошо для чувствительной кожи, если у вас чувствительная, такая разрешенная кожа, которая быстро, например, раздражается от всякого. Это супер для этого, потому что здесь нету всяких этих. Вот это уже получается как паста. Это прям очень, как говорится, тяжелой консистенции. Крем прям, прям крем-паста. После этого вот это идет. Я, например, когда чувствую очень сухую кожу, я обычно делаю как масло вот это, вот это, прям трехэтапное увлажнение. А так обычно делаю просто эликсир, либо же масло и крем. И вам тоже советую. Так получается, мы помыли лицо, сделали глубокое отищение, тонизировали, сделали увлажнение кожи. Теперь пятое идет, это защита и питание. Защита и питание я сказала бы так. Иногда нашу кожу нужно баловать. Посветите раз в неделю, как я сейчас начала делать, каждую неделю посетите 15 минут для питания и просто, как я говорю, для спа-процедуры. Для спа-процедуры я вам скажу. Вам просто понадобятся обычные такие масочки, которые нужно использовать каждую неделю. Наносишь это, наносишь это получается, у меня здесь получается что? Освежащий крем, который как бы делает более эластичным кожу, питает, это мед, как бы осветляет кожу. Как бы, если посетить раз в неделю 15 минут своей коже, сделать спа-процедуры или же паровые процедуры, просто сделать любую маску для лица, отдохнуть 15 минут, это все полежать, это уже многое значение для кожи, уже кожа становится более здоровой, более здоровой, более красивой, более успокоенной, без всяких раздражителей. Я вам советую раз в неделю делать такие масочки. Например, я еще делала такие масочки Glam Glow, я вам уже про это говорила. Вот. А насчет защиты, насчет защиты я вам хочу сказать, что в каждом следствии, например, тоналка, как всякие крема, старайтесь брать SPF, либо же специальное следствие, где есть SPF. У меня в тоналках обычно обязательно должен быть SPF, потому что, например, если вы думаете, о, я не живу в Африке, я не живу возле океана, там, не знаю, где солнца нету, и думаете, мне не надо protection, мне не надо защиты, вы, я вам скажу, ошибаетесь, потому что даже если вы живете в Сибири, там, где нет солнца, там есть, хотя, все равно есть солнце, правильно? Все равно светит солнце, хоть и там не жара, но есть солнце. И там есть лучи, ультрафиолетовые лучи, которые очень вредны для кожи. Это причина рака кожи, причина всяких, ну, конечно, сразу рак не получится, но все равно, говорю, это просто плохо. И старайтесь просто, как бы, защищать вашу кожу SPF. Минимум 20, хотя бы 15, не, 20 лучше, да, 20, а 20 и больше. В общем, защищайтесь. Например, кореянки вообще пользуются SPF, 40-50, чтобы, не знаю, оберегать от солнца, чтобы вообще солнце не падало, из-за этого они белыми остаются. В общем, старайтесь, как бы, защищать вашу кожу SPF. Итак, давайте сделаем итоги, что получилось. Итак, что вам для вас нужно? Первое, умывашка, второе, тоник нужен, третье, эксфолиэйтер, глубокое очищение, эксфолиэйтер, скраб, можно сказать, даже четвертое, вам нужен увлажняющий крем, пятое, нужны масочки, нужно питать, нужно SPF. Пять этапов, пять средств, которые вам нужно. Я хочу сразу вам сказать, не имеет значения, какими с вами пользуетесь, например, дорогая она, дешевая она, там, с декстора, либо же вы купили там в самом крутом месте. Самое главное знать эти пять этапов, что вам нужна просто умывашка, типа кожа, тоник нужен, эксфолиэйтер нужен, скраб, четвертое, нужно увлажняющий крем, пятое, это просто масочки хорошие, да, которые будут питать, не знаю, просто как бы баловать кожу, что баловать кожу, чтобы просто вот эти пять было. Не обязательно бегать за, чтобы у меня был Шене, чтобы у меня был Шесейдо, там, или мне нужен SK-2, нет, не обязательно. Самое главное, чтобы у вас просто эти средства были, и вы знаете, что это походя вашей типу кожи, делайте, сделайте это как традицию, ухаживайте за кожей, как говорится, это просто, можно сказать, must have, это обычное дело, как мыть лицо каждое утро, или чистить зубы. Сделайте вот это так, и все, у вас будет уже чистая, здоровая кожа. В следующем видео. Итак, на этом все, кажется, я рассказала все, что я знаю, все, что я впитала в этом университете Сифоры, я вам все высказала, такая, если вы хотите что-то добавить, или еще что-то сказать, не знаю, у вас другие есть какие-то рутины, традиционные, которые вы мне хотите посоветовать, скажите мне, я буду очень рада новому, как говорится, чему-то новому, я не знаю, я люблю, как говорится, впитывать новые знания, так что я, не знаю, люблю это, так что рассказывайте мне, я буду очень рада это видеть, узнать что-то новое от вас, так что, давайте скидировать. В общем, увидимся в следующем видео, ребята. Спасибо за внимание. Пока-пока!